Вы смотрите программу неделя. Даже принять специальный закон, ужесточающий ответственность медперсонала. Но в России судебные решения по делам о подмене детей принимались совсем нечасто. Широко известна, например, одна история с подменой русского и чеченского мальчиков. Тогда судья просто обязал родителей обменяться детьми. Дети по обмену. Александр Натсадович узнал, можно ли получить с государства деньги, если в роддоме вам дали не того ребенка. Еще вчера этих двух девочек никто не знал. Сегодня они как звезды, позируют, а их снимают и фотографируют. Вот так маленькая трагедия двух семей из города Копейска стала сенсацией. Но им от этого только тяжелее. Они терпят, ведь так хотят родители. Как только они попали в телевизор, о их беде узнали все. Но жить с нелегкой славой оказалось сложнее, чем о ней говорить. У темненькой Ирины и светленькой Ани теперь два папы и две мамы. Одни родили, другие растили. 12 лет назад их просто перепутали в роддоме. Наше самочувствие, душевное состояние просто размазано. Теперь, когда они все вместе, в одной комнате, то, чей ребенок видно и без микроскопа. Затянувшийся российский сериал индийским хэппи-эндом пока так и не стал. Ни одного индийского фильма такой сюжета не было. Слишком круто. Слишком и круто, слишком и грустно. В семье Андрущак, не похожая ни на кого темненькая Ирина, росла бойкой девочкой. Родители думали в дальнюю родню. После того, как взрослые узнали правду, мама Юля долго не знала, как сказать дочери, что она не родная кровь. В любом случае, в твоей жизни ничего не меняется. Ну, как я была твоей мамой, так и останусь. Наймат родом из Таджикистана. Все это время он был примерным отцом для своей Ани. Так не похожей на его родню. Но все думали, она в супругу Наймата, которая была русской. В этой сложной ситуации дети договорились быстрее взрослых. Аня и Ирина теперь подружки. Вы уже подружились? Да, мы уже. Сегодня у взрослых одна забота. Через суд получить компенсацию от роддома в размере 5 миллионов рублей каждой семье. Но врачи за свою ошибку, похоже, платить не торопятся и очень быстро убегают от неприятных вопросов. С 5 миллионами, с 1 миллионами, с 10 миллионами. Все, пелена с глаз спадет и все сразу станет понятно. Как здесь нужно оценивать какие-то деньги? Возле роддома, где 12 лет назад Наймат стоял пьяный от счастья, у него совсем другое настроение. Сегодня подписаться под словами на цветном плакате он вряд ли бы решился. Одних никакой неизвинений, ничего вообще не на контакт с нами не ходят, вообще ничего с нами не разговаривают. Как остановить врачебную халатность? Только наказанием, большим денежным штрафом. Так считает известный адвокат и полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский. У нас вообще такая сложилась ситуация тотальной безответственности. Тотальной. И у нас не было уголовное дело, если это преступление. А если ошибка, ну извините. Но практика показывает, в подобных делах суды назначают небольшие компенсации. И Анна это хорошо знает. С тех пор, как она обнаружила, что воспитывает не своего ребенка, прошло два года. А боль до сих пор не уходит. Это не забудется. Потому что такое невозможно забыть. Ей вот-вот снова рожать, но мешают старые страхи. Да и как забудешь такое, когда через полтора года после родов выяснилось, что ее родной ребенок чужой. И его надо отдавать, пока не поздно. И все это из-за ошибки медсестры. Получилось так, что мы и Зарема лежали рядышком. И она, может, беру теску схватила, не тук. И привязала на животик. В городе Мценске все на виду. То, что ее второй сын, черноглазый Никита, ни на кого не похож, Анна думала редко. Только когда слышала соседские разговоры за спиной. Но однажды из дальнего угла выпала детская роддомовская бирка с чужим именем. И все закрутилось. Я посмотрела, а там на бирочек, который был на ручке, написано фамилиями и отчеством Заремы. Зарема Тайсумова, чеченка. Тогда с Анной они рожали почти в одно время на соседних койках. Как могли перепутать малышей для обеих женщин, до сих пор загадка. Когда Анна пришла к Зареме, чтобы прояснить ситуацию, дверь ей открылся неглазый мальчик. И она все поняла сразу. Он был точной копией ее старшего сына. Я начала объяснять, что так получилось, что детишек перепутали. Естественно, она не поверила. Да и так же ко мне бы пришла, я бы тоже не поверила. После генетических экспертиз, слез и истерик детей поменяли. Сейчас Адлан живет в Грозном и в сердце Анны. Так же, как и Никита, навсегда остался со своей первой мамой Заремой. Цена этой ошибки оказалась небольшой. Вместо миллионов женщины получили по 150 тысяч рублей. А еще страхи и мухи длиною в жизнь. Найти врачебную ошибку им помогла генетическая экспертиза, с которой не поспорит даже самая любящая мать. Человек имеет 23 пары хромосом. Причем половину он получил от биологического отца, половину от матери. Это московская лаборатория судебно-медицинской экспертизы. Нам показывают, как современная техника находит настоящих пап и мам. Только здесь врачи в год проводят около 30 исследований на подлинность родителей. Порядка 30% в среднем отцовство исключается. То есть отцы не родные? Отцы, да. Не биологические. Процесс высокотехнологичный. Сначала врачи выделяют ДНК. Затем полученное вещество смешивают с реактивами в специальных пробирках. И ставят в прибор, где под действием лазера получается результат, выведенный на компьютер. Ребенок имеет генотип 16-18, предполагаемый отец 16-16. То есть ребенок унаследовал от предполагаемого отца лель признак под номером 16. Опять совпадение. Именно после такой экспертизы две чешские семьи тоже обменяли своих маленьких детей. Даже в благополучной Европе бывает, что врачи ошибаются. Было тяжело и ужасно обо всем узнать. Я даже не знаю. Мы думали, где же наш ребенок, где на самом деле он живет. Эти чувства невозможно описать. Им было тяжело и больно, но девочек все-таки поменяли. Сегодня родители, как и в Челябинской области, дружат домами. Хотя первая реакция была страшной. Вначале я вообще не хотела привыкать к ней. Просто у меня всегда была Николка, моя дочь. Поэтому моя биологическая дочь мне казалась как дочь подруги или знакомой. Сегодня обе семьи выиграли суды. Больница выплатила им по несколько миллионов крон. В России, чтобы получить приличную компенсацию, нужно выставить свою драму на продажу. Иначе не получится. Хотя бы эти финансы, они пойдут на дальнейшую обучение детей. Какие-то там жилищные условия. Семья Наймат и Юлии через день ходят друг к другу в гости. Гуляют в парке, привыкают. Если получат денежную компенсацию, то поставят рядом два дома, чтобы больше никогда не разлучаться. Александр Нацедный, Роман Супер, Николай Долгополов, Неделя, РНТВ.